Всем этим имею сообщить, что попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев в цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, у которого поставлена задача, задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как правило, ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. На сегодняшний момент национальной полиции, СБУ, задержано три лица, граждан Украины, ранее судимые. Один задержан в ноябре за убийство Ивана Мамчура, двое задержаны за организацию попытки моей ликвидации. Это лишь исполнители, это расходный материал. Это граждане Украины, и именно граждане Украины, не России, потому что сейчас от них открещиваются. Поэтому мы пока только лишь поймали исполнителей. Мы уже знаем и установили, и пусть товарищи в Российской Федерации знаем, отдельные лица сотрудников российских спецслужб, их лица настоящие и фамилии установлены, которые осуществляют эту деятельность. Возможно, они будут объявлены в международный розыск, как лица, осуществляющие террористическую работу против Украины. Однако, нас интересует вопрос, на который еще у меня нет ответа. Решение о создании такого террористически-диверсионного центра принял Владимир Владимирович Путин, или это сделал кто-то из его окружения, желая выслужиться, показав успешную работу. Факт есть один. Уважаемые представители средств массовой информации, помогите донести и до граждан Украины, и до мирового сообщества, о том, что Россия – это государство, террорист. И, возможно, тогда лица, принявшие решение о том, чтобы уничтожать граждан Украины, убивать, взрывать, поджигать, может быть, одумаются, поняв, что с них сорваны маски.